Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вышла сегодня на улицу. Да, сегодня 30 сентября. Вот я вышла, и после вчерашнего урагана у нас так похолодало, всего лишь 16 градусов. Я вот так вот по-осеннему, в ветровочке. Ну, нужно мне идти по делам. Нужно заплатить за услуги уборки, лифт. В общем-то, СЖ-услуги я называю. Как в России было, так и здесь. Это так для себя. Вот, потому что, когда они приходят, вернее, приходили, меня дома не застали. Обычно они ходят, собирают деньги по подъезду, но меня не было дома, поэтому я сейчас схожу. Ну, это, конечно, не срочно, потому как у нас... Ой, какой сильный ветер, может быть, даже звук заглушает. Вот, в общем, это не срочно, потому как у нас можно заплатить и в следующем месяце. То есть нету особого никакого такого строгого платежа. Вот, то есть это не входит в наши платежки. Вот, обязательные платежи, это, конечно же, ток. Потому что, если ток вовремя не заплатить, его могут отключить, и надо потом будет восстанавливать по новой. А это дополнительные расходы. Да, прям что-то резко так похолодало. Даже в ветровке-то холодно, потому что я только футболочку надела, а надо было уже, наверное, утепляться. Ну, как-то неожиданно. Ой, да, вчера был такой сильный ливень. У меня даже дома интернет вырубился. И вот, смотрите, я думаю, что здесь тоже что-то произошло. Поскольку, видите, делают электрику. Так что вчерашний ураган доставил немало хлопот. И, кстати, люди жаловались, что заливало улицы, и говорили, что ливнёвки плохо работают. Это я в интернете увидела. Хочу вам сегодня рассказать о своём опыте обращения в ателье. В общем, ребята, мне понадобилось пару раз как-то... Так, пойду здесь. Пару раз как-то мне понадобилось подогнуть всего лишь, сделать подгиб, ну, укоротить брюки, купленные в магазине, и сделать подгиб. И, в общем, один раз это было не очень удачно. Это было в прошлом году. Стоимость услуги была 7 лево. А в этом году, вот вы представляете, это какой-то подлянка какая-то. Когда нужно, обошла всё в округе, и не могла найти нормального ателье. И мне пришлось наступить на те же самые грабли. То есть обратиться опять в это же ателье. Вот в это трудно поверить, но вот у меня получилось так. В общем, сделала я брюки в ателье. И опять неудачно. Первый раз, когда я делала, мне подогнули брюки, можно сказать, чёрные, они цвета антрацит, тёмно-тёмно-серый, подогнули зелёными нитками. Тёмно-зелёными нитками. Но это прям вообще смешно. В остальном всё нормально, не считая того, что были пропуски между строчками, которые они, в общем-то, переделали. В этот раз я, чтобы не ездить несколько раз, ателье в городе находится. В Медонруднике у себя как-то я не нашла ателье. И в этот раз я опять же к ним обратилась. Вот. Сделали мне, конечно, чёрные брюки чёрными нитками, но мне их укоротили не так, как надо. Хорошо хоть большой подгиб поставили. И пришлось мне искать новое ателье. Кстати, заплатила я, чтобы не ездить лишний раз, как за срочные услуги, 10 лево. И всё неудачно. Вот сейчас нашла ателье у нас в Медонрудник. Оказалось, походив по району, даже несколько таких ателье нашла я. Вот. Правда, не все работали. И одно ателье мне порекомендовали. Ну, вот, в общем, хочу сказать, что, в принципе, когда не надо, вот эти ателье попадаются на каждом углу, на глаза. А когда нужно, вот оказалось, и не найти. Хотя мне всегда казалось, что здесь вот эти фрезёрские салоны, это парикмахерские, и ателье, шивашка, да, это услуги здесь, на каждом углу. Ну, вот, видите, оказалось не совсем так. Ну, ладно. Сейчас я уже нашла хорошего мастера. Всё, она поняла, что мне нужно. А там элементарно отогнуть и прострочить. Вот, услуга 8 лева. Уже обычный заказ, несрочный. Мне, собственно, эти брюки и несрочно нужны были. Вот. Ну, хотелось, как говорится, дело довести до ума. И вот услуги ателье предоставляют разнообразные. Если кому-то будет интересно, сейчас я дойду и покажу вам адрес, где это находится в ателье. Вот. И делают, например, подгиб штор, что-то там перешить, вот, подогнуть брюки. Ну, разнообразные услуги. Вот конкретно стоимость услуг сейчас ветер сильный. Наверное, сгуб будет искажать. Я думал, как я никак не приобрету микрофон. Вернее, я его приобрела, но об этом чуть позже расскажу. Так вот, стоимость услуг подорожала по сравнению с прошлым годом. Конкретно подгиб брюк был в прошлом году 7 лева, в этом году 8 лева. Так что потихоньку, понемножку все как-то дорожает. Получается, кому интересно в рублях, то он это 8 лева, это где-то 400 рублей подогнуть брюки. Вот, как-то так. Ну, и, в общем, услуги, конечно, выполняются довольно быстро, через день, на следующий день. Но, когда я пришла вот в ателье по рекомендации, мне сказали, что у них очень большой срочный заказ. Она подшивала шторы, и мне пришло ждать, не поверите, неделю. Вот так. Очень надеюсь, что сейчас все в порядке. Заберу свои брюки и пойду оплачивать в ТСЖ услуги лифта и уборку подъезда. Кстати, у нас уборка подъезда сейчас поменялись. Уборщики были не очень, видимо, жаловались. Я тоже как-то раз пришлось пожаловаться, потому что была грязь просто неимоверная. Даже ко мне пришла знакомая и удивилась. А сейчас все хорошо. И еще хотела вам показать. У нас скоро около дома откроется два хороших места. об этом чуть позже. Вот когда буду подходить к дому на обратном пути, вам все покажу. Друзья мои, решила показать, где находится ателье. А то, может быть, кто-то так же, как и я, ищет и не знает. вот, смотрите, вот остановка в Меденрудник Резвая. И вот, смотрите, вот этот блок 247. Вот так вот, прямо за остановкой. Шивашка ателье. Прямом приемом самочисти и исполнитель за поправку. Ой, что-то закрыто. Ага. Почивин день, суббота и неделя. Хм, непонятно. А, с часу до трех обед. Неудачно пришла. Ну, ладно, зайду позже. Да, вот это обед. Целых два часа. Ну, да, рабочий день с девяти и до шести два часа обед. Так что я пришла не вовремя, попала в обед. Ну, ладно, ничего, зайду позже. Да, ателье же эти частные, конечно, режим работы, в общем-то, у них соблюдается. Ладно, иду платить. Мне удобно, в принципе, это все в одном районе. Так что сейчас немножко погуляю. Время около двух часов. Как раз пока сделаю остальные дела и уже тогда пойду на обратном пути в ателье. По дороге вам показываю. Вот у нас, смотрите, молодежный международный центр. Здесь такая красивая площадь. Такое местечко симпатичное. Смотрите, здесь, какие красивые кусты. Прямо разноцветные, разноцветные. Сколько здесь еще цветущих у нас всяких растений. Красота. Такое красивое место на моем пути. Пока я тут хожу по всем своим делам. так все одно дело сделала, все оплатила. Кстати говоря, кому интересно, вот я одна живу и я оплачу за апартамент с одной спальной. Обслуживание сейчас уже 15,80 почти 16 лево. Это уборка и обслуживание лифта. вот смотрите какой красивый вид отсюда. Правда красота. Вот так у нас в Болгарии то горы, то море, то озера. Второе у меня еще на сегодня дело это получить посылку. Заказала очередную небольшую из мелочей состоящую посылочку на тему. Даже капюшон надела как холодно. Вот. И как всегда ее привезли не в медонрудник, а почему-то в постамат, ну вот в эти боксы, да, привезли в центр города. Так что вот надо получить и когда получу покажу вам конечно же распаковку. Но это будет уже дома. Ой, ребята, посмотрите, что я увидела. Это лаванда кажется. А может это розмарин? Ну нет, скорее всего это лаванда. Кусты. Сами кусты похожи на розмарин. Ну а так запах лаванды, красота. Это около нашего молодежного центра. Здесь вот такая целая клумба лаванды. лаванды. А вот такие ёжики. Не хотите увидеть ли? Правда, прямо ёжик натуральный. Без головы и ножек. Кустики. Смотрите, что только не увидишь во дворах домов. Вот бутылки какие-то навешали. Интересно даже зачем. Кто знает, напишите. около дома у нас вечная стройка. Вот котлован вырыли за два дня и будут пристраивать сюда ещё один домик. Вот так видите, всё огородили и вот уже вывесили адрес, где можно купить квартиру с котлована. Она, конечно, с котлована дешевле. А так квадратный метр уже построенного жилья больше тысячи даже в медонрудник. После вчерашнего ливня такие вот у нас лужи. Дороги у нас такие походные, потому что до сих пор ещё не сделали дорогу, так как будут строить дом. Ну а сейчас подойдём к подъезду и я вам покажу, что же у нас новенького. Смотрите, как у нас здесь всё красиво облагородили. Вот такие клумбы сделали около дома. И вот здесь у нас теперь бьюти-салон. Скоро открытие. А вот здесь сейчас идёт ремонт, здесь будет стоматологический кабинет. представляете, в том доме в России, где я жила, тоже был на первом этаже стоматологический кабинет. Вот прямо мистика какая-то. А вот бьюти-салон это класс, я ему очень рада. В общем, радует то, что занимают первые этажи и вот их облагораживают. Это, конечно, классно, здорово. По сравнению с тем, что было, видите, как красиво всё оформили, сделали. Даже бордюрчик. Вот это я вам то, что хотела показать около дома. Вон, видите, черепашка, грибочки, красота. А вот эту клуба ещё не привели в порядок. Ну, вот смотрите, цветы как разрастаются. Но уже там внутри поставили... Ой, кстати говоря, это я. Вот, видите меня? Там внутри поставили уже какое-то оборудование. В общем, что-то тоже скоро откроют. А вот здесь осталась одна площадь ничейная. Она вот прямо очень-очень маленькая. Тут, наверное, я не знаю, и 20 метров. нет. Но пока никого нет. Ждём арендаторов. Это не реклама, но это так хотелось бы, чтобы эту площадь тоже заняли, и чтобы у нас здесь было всё вот так красивенько. Вот что значит частные предприниматели, они так стараются всё делают. Конечно, будем посещать этот салон. Надеюсь, скоро вот в подъезде у нас тоже такая красота. Соседка, которая живёт на третьем этаже подо мной, вот такую красоту выращивает. Фикусы разные. И вот у нас тут тоже герань и вот ещё какое-то растение. Вот. Если она посмотрит моё видео, пусть скажет, что это за растение, напишет мне в комментариях. Оля, жду от тебя название этого растения. Так что отдельное спасибо моей соседке Оле за красоту в подъезде. Так, я уже дома. Вот сделали мне мои брючки. Сейчас померю, посмотрим, что получится. А так вот подогнули. Ребята, ура! Сделали мне брюки всё, как я хотела. Вот прямо красота. Подогнули всё, как надо. Так что я довольна. Люкс теперь у меня спортивный костюм в полном комплекте. Вот это были брюки, кстати, от спортивного костюма. Отлично, я очень рада. Обещала показываю вам разные мелочи, которые я обычно заказываю на сайте. Ну, в России это был Алиэкспресс, у нас это Тему. Вот, заказала я, смотрите, что давно хотела вот заказать мешочки такие для стирки деликатных вещей. Вот две штучки. Они вполне такие пришли нормальные, хорошие, такой размер довольно-таки приличный. Ну, я имею в виду вот деликатные вещи, бельё какое-то вот стирать. В общем, вот эти мешочки нужны. Так, заказала я наконечники для зубной щётки. Вот эта покупка оказалась, как мне сказали, не очень удачной, потому что лучше всего брать наконечники такие же, как сам корпус. Ну, в общем, я буду делать возврат, а то боюсь, что испорчу корпус своей зубной щётки. Вот, как-то так. Так, затем заказала тейпы для лица, но самые лучшие тейпы, это, конечно, не такие. Я думала, я смогу заказать южнокорейские, но всё-таки решила вот попробовать, что пришлют. И оказалось, что это совсем не те тейпы, и, конечно, на лицо клеить их невозможно, поэтому тоже буду делать возврат. Так, самое главное, что я заказала, из-за чего была вся вот эта вот моя посылка. Мне очень хотелось микрофон для того, чтобы вот, когда я снимаю у моря или когда сильный ветер не заглушал мой звук. Но в общем, я ожидала, что это придёт микрофончик такой вот на небольшой скрепочке, но это пришёл микрофон довольно-таки большой, он для автомобиля, как оказался, и скрепка здесь, видите, большая. В общем, мне нужен не такой. И теперь я для себя сделала вывод, что такие вещи лучше всего покупать в специализированных магазинах, где можно всё посмотреть, как говорится, пощупать, потрогать. и кстати, провод тоже не подошёл даже к моему телефону. Тоже буду делать возврат вот на эти три предмета. Это точно. Так, теперь ещё заказала вот такой коврик, но это уже как довесок, потому что там свыше определённые суммы, доставка бесплатна, поэтому ничего не стоило, это меньше одного лева. вот такой вот иногда из отверстия сливного в ванной, в душевой кабине. Вот бывает так, что не знаю, откуда берётся этот запах, хотя я регулярно всё это промываю, прочищаю, но бывает, бывает такое, поэтому вот заказала заглушку, правда, сама не знаю, будет она у меня востребована или нет, но пусть будет. ещё заказала для педикюра так вот диск и съёмные диски разной, вот смотрите, они, шлифовка у них разная от грубой до мелкой 80-180-240 уже попробовала, работает всё отлично, так что этой покупочкой я вполне довольна, потому что как маникюр, так и педикюр я делаю сама, правда, иногда хожу в салон, иногда хочется не гнуть, как говорится, спину, а свои ножки побаловать и побаловать себя, в общем, вот так. И ещё я заказала, понравилась мне на картинке, такая вот лента, так, тут она у меня в упаковке лежит, но уже не хочется мне доставать, она, кстати, была не в этой упаковке, а что-то я из этой упаковки уже достала и чем-то пользуюсь уже, даже не знаю, что тут было, ну, короче, вот такая вот лента липкая вокруг унитаза, вот я увидела на картинке, она так интересно была поклеена, вот видите, она тут на сгибе, вот так можно согнуть, но у меня есть небольшая такая, вот когда резали плитку в ванной и около унитаза у меня там образовалась небольшая щелочка, и вот я хочу попробовать вот этой лентой заклеить эту щелочку, так что вот это в принципе тоже такая нужная покупка, так, ну вот вроде как и все, вроде бы все мои покупки, а их было восемь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ох, а что же было еще, ну что-то не помню, значит уже начала пользоваться, в общем вот так, вот это все у меня вышло на двадцать пять или двадцать шесть лево, вот умножайте на пятьдесят, это там тысяча, сто, тысяча, двести, где-то так, вот, ну вот на вот эти предметы я сделала уже, кстати говоря, вот уже сделала пока до съемки видео, короткие видео сняла и послала на возврат, возврат, кстати, приходит быстро и вот такие мелкие товары Тему обратно не берет, не отправляет, вот, поэтому может быть кому-то они будут пригодны, не знаю, даже кому-то отдам. Друзья мои, хотела уже завершать видео, но все-таки решила вам показать, чем нас все еще балует осень. Вот смотрите, какая классная малина, привозят нам ее, ну, какие-то, наверное, сельские производители, вернее, выращиватели, ну, или не знаю, как сказать, но чудесная такая малина, просто вот, ну, восхитительная, отборнейшая, ой, какая вкусная, сладкая, вот такая вот тарелка, здесь называют тарелка, одна, 500 граммов в ней стоит всего лишь 7 лева, а вот 2 килограмм 14 лева, и тадам, первый раз на пробу решила взять домашнее малиновое вино, малиновое вино, пьянящее ароматом, короче, решила попробовать малиновое вино, и вспомнила песню Игоря Николаева, кажется, в общем, все малиновое, малиновый вечер, обычно они привозят вот вечером, и целая очередь у нас в Меденрудник, выстраивается к ним, и быстро-быстро все сметают, раскупают, потому что это просто восхитительная, потрясающая малина, ну, конечно, я думаю, малиновое вино тоже будет хорошее, ой, какое оно густое, ммм, даже не видно какого цвета, ну, в общем, надо пробовать, так, друзья, вот, так прошел активно день пенсионерки Марины в Болгарии, а сейчас я вам хочу показать наш потрясающий розовый закат, смотрите, какая красота, дома, конечно, у нас тут еще не очень, они не отреставрированные, да, такие некрасивые по сравнению с новыми домами, ну, вот, смотрите, как распогодился день, возможно, завтра будет погода лучше, будем надеяться, друзья, а я благодарю вас всех за просмотр этого видео, благодарю всех, кто ставит мне лайки, пишет комментарии, мне сейчас как никогда нужна, конечно же, ваша поддержка, потому что, сами знаете, Россия закрыла YouTube-канал, и поэтому, конечно же, стало немножко грустненько, но ничего, мы не теряем веры духа, надежды, все будет хорошо, а я желаю всем мира, добра, здоровья, отличного вечера, и до новых встреч, друзья, пока-пока, подписывайтесь на мои каналы Дзен для России, YouTube, Instagram, TikTok. Так.